Здравствуйте, товарищи военные и моряки! Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с 293-й! Ура! 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 290-летие отмечает Тихоокеанский флот ВМФ России. В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота состоялся торжественный подъем андрейских флагов и флагов расцвечивания. В 2020 году Тихоокеанский флот четвертый раз подряд был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением военно-морского флота по боевой подготовке. Только за зимний период обучения, который стартовал 1 декабря, корабли ТОП провели в море суммарно более 3000 суток и выполнили почти 1800 боевых упражнений. Посетить военные корабли, выставку оружия, посмотреть выступления морской пехоты — все это можно было сделать сегодня на корабельной набережной. Моё воинское звание — капитан первого ранга. Мы пришли специально показать внуку эти корабли, на которых когда-то я служил. И мы специально из-за этого праздника приехали сюда, для того, чтобы отметить 290-летие Тихоокеанского флота. Мы в восторге. Во-первых, мы не местные, но решили посмотреть, конечно, на достопримечательности ваши, в том числе попали на этот праздник. Ребята отличные, боевые, сильные, красивые. Гордость нашей России, я считаю, что Тихоокеанский флот, ну и можно гордиться. Мне понравилось больше всех, как там дрались, ещё корабли так прикольно было. Там забирались, там очень круто было. Ну, вообще нравится то, что организуют сейчас такие мероприятия. Это очень полезно для общества, я считаю, для подрастающего поколения. Ну, всё хорошо организовано, то есть много учебных точек. Детям нравится, все подходят, фотографируются. Почти в каждой семье есть люди, которые решили посвятить свою жизнь морскому флоту. Мой отец служил на военно-флоте, на военно-морском. Праздник как таковой мы сами не отмечаем, но я всегда поздравляю. Молодой человек у меня тоже военный, тоже будет служить на военно-морском флоте. Да, у меня муж, ну, он мелкими судами, он отучился тоже, вот у нас, который морской университет. Раньше, да, ходил тоже на кораблях. Как такой сильный праздник нет, ну, будем отмечать. Сын всё-таки подрастает, нужно будет ему рассказывать, всё учить, чтобы был патриотом нашей страны. Невозможно переоценить значение Тихоокеанского флота в военно-морской истории страны, ведь именно его моряки во все времена становились главной защитой страны. Сегодня современный краснознаменный Тихоокеанский флот является крупнейшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ России и обеспечивает надёжную защиту государственных интересов в Азиатской Тихоокеанском регионе. Олег Завьялов, Екатерина Князева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.